Автомошенники активизировались в Екатеринбурге. Они скручивают номера с машины, требуют владельцев денег за выкуп. Многие клюют, чтобы не терять время на перерегистрацию и не платить пошлину, которая больше выкупа. Но бывает, что и деньги платят, а номера все равно не получают. Как избежать неприятностей? Советы от Вероники Новоселовой в рубрике «Правила жизни». Вот записку оставили, номер телефона. Вот так и звонил, они поражут, немножко сбрасывают, ничего не отвечают вообще. Засранцы были. Вот уж действительно откололи номер. Обменять регистрационные знаки на денежные у Владимира не получилось. Отвинтили и свинтили. Как показывает печальная статистика, так происходит чаще всего. Украденные номера сбрасывают в ближайшую канаву, а потом, видимо, по привычке, сбрасывают и звонки от хозяев машин. Общаться предпочитают в письменной форме. Ложи на Киви 3000, скажу, где номер забрать сможешь. И номер напиши. Я очень далеко от тебя, меня не надо пугать. Я нашел его, почему должен просто так отдавать. Базарить больше не буду. Хочешь номер, на Киви кошелек кидай, скажу, где забрать. Давай пока, друг. Но редко переговоры приводят к перемирию. Можете остаться и без денег, и без номера. Кататься по городу с неприкрытым бампером нельзя. Штраф выпишут. Заплатить лучше по-хорошему госинспекторам. Дешевле выйдет. Любое регистрационное подразделение гражданин обращается. При наличии паспорта транспортного средства, свидетельства о регистрации, госпошлина составляет 2000 рублей. Ему выдаются регистрационные знаки взамен утраченных. Евгений новенькие номера стряпает, как горячие пирожки. Стертые или покореженные после аварии госзнаки получают здесь вторую жизнь. Сюда же, по совету интернет-форумов, за дубликатами идут и автомобилисты, потерявшие один из номерных знаков. Оказывается, зря. У меня уже даже нервов не хватает объяснять каждому, что это противозаконно. Если украли, мы вообще не можем производить номера, так как нам нужно два сдать на утилизацию, а утерянные номера ставятся в розыске БДД. Чтобы держать жадных до чужого в рамках приличий, автомобилистам советуют установить антивандальную рамку. Стальная основа и хитрые болты. Открутить будет сложно. Закручивать гайки приходится самим владельцам. Никакой закон для таких воришек не писан. В настоящее время никакой ответственности не предсмотрено, потому что госрексдак, госномер, он является собственностью государства. Он предлагает ввести уголовную ответственность за кражу номеров, потому что действительно в Москве, в Питере, да и у нас в Екатеринбурге учстились случаи, когда именно воруют госномера с целью последующего выкупа. Пока же обиженные автомобилисты предлагают свои способы рассчитаться с вымогателями. Это может быть опасный номер. Я бы, как говорится, в народе говорят, три раза подкинул, ни разу не поймал бы. Вероника Новоселова, Антон Лимонов. Новости 41 канала.